Дорогие мои, 16 октября, среда. Я жду дочку со школы. У меня есть немного минут 15-20, пока они там выйдут. Сегодня не было фигурного катания, в среду выходной. В общем, осень пришла, и впереди, так сказать, полгода холодной погоды. И, не знаю, чем старше становлюсь, тем как-то мне сложнее зиму такую переносить. То ли из-за того, что я привыкла в теплых местах жить, и одесский климат же потеплее, чем здесь. Здесь я, наверное, сравниваю климат, как в этом вот в Киеве, когда я еще встречалась со Стивом в первый год, ну, когда мы переписывались, и посмотрела, где там Вермонт. Вначале я вообще думала, что это Франция. Вот, он написал, Стив из Вермонта, и причем такое вот написал, огромное послание. Вот, все на семью, про этих вот, там про французские корни, того, там про родителей, в общем. Что он сам дочерей воспитал, вот. И очень такое вот длинное было описание. И единственное про себя, там Стив из этого Вермонта. В общем, я вначале думала, что это Франция. Франция, и не было у меня желания вообще пересекать океан, и ехать в США. Вот, это лично за меня. А эти вот знакомые, ну, до этого, это же вообще не моя была идея. Замуж, так сказать, выходить. Это же меня вышли замуж. И вообще, когда вот беседовала, там, со своими этими вот знакомыми, и они жаловались, ну, в Одессе я имею в виду, жаловались, как в Одессе там все было плохо. Я имею в виду с 2000-го, там, 2005-й, я же вернулась в Одессу в 2004-й, вот. И до 2008-го была в Одессе. И, ну, как, все же, все же относительно, ребята, это смотря у кого какие ценности. Мне, вот, что мне для счастья нужно было, когда я там молодая была. Кстати, недавно спросила у Дженнифера, у дочки, как ты думаешь, вот, что мне нужно было для счастья. Ну, она первая сказала собаку. Это изумительно, да, это так. То есть, когда я собака, можно прийти погулять, вот. И мне, причем, очень хотелось такую красивенькую собаку. Я имею в виду какую-нибудь там породистую, симпатичную. Ну, не просто дворнягу. Вот. Я же не говорю, хорошо это или плохо, вот, ну, мне так хотелось, вот. И, во-первых, у меня не было ни сестры, ни брата. Я имею в виду, у меня брат появился, полубрат, когда мне уже 13 лет было, вот. И мне уже не хотелось дома сидеть, я имею в виду, там, друзья погулять, вот. Вот, и, опять же, собака. И 13 лет, вот, гляньте на Дженнифер, то есть, уже там, все... Я уже прочла «Мастеры Маргарии», вот, представляете, все эти книги. Тут появляется полубрат, с которым нужно, вот, сидеть. И, который, ну, так сказать, ну, обуза для меня была. Сейчас им весело эти вот видео. Кто будет там с братом этим сидеть, а давайте посмотрим, пока эти, вот, смотрите в этих, как их... В свидетельстве о рождении, вот, и сиди. Вот, кто мама, кто папа, вот, вы и сидите, вы и разбираетесь. Или платите. Вот, я была бесплатная сиделка, все бесплатно. Значит, и, значит, собака, ну, удобная обувь, там, в таком плане, самое главное, вот. Я говорю, Дженнифер, самое главное, книги. Вот, если была плохая погода, или вот вечером, или там, очим с матерью ругались. Ну, он же появился, когда мне там 12 лет было. И причем они... Она его терпеть не могла. Сколько я не задавала вопрос, зачем ты вышла замуж, скучно ей стало. Вот, понимаете, скучно. А я же еще не знала, что вот она, там, с этим вот, с отцом покойным развелась. Ну, вот покойный, он же совсем недавно перешел на тот свет, вот, в Одессе. Это ж... В воскресенье только 9 дней было. 13-го было 9 дней. 13-го октября. И... 4-го октября он скончался. Сегодня уже на 16-е. 12 дней назад. Вот. Книги. Книги. И тогда, в принципе, это вот... Ну, я помоложе была, и мне хотелось идти гулять. Этих вот, бежала там подружек. Я не знаю, была бы сестра. Но я смотрела на других этих вот девчонок. Они с сестрами не ходили. Они вот занудные были. Я не знаю, вот, насколько... Для меня какие-то... Ну, допустим, я не помню, чтобы они вот приходили ко мне и вот вытаскивали меня на улицу. Такого я вообще не помню. Я с утра вставала, и у меня такое вот свалить из дома. И там зима или не зима, эти вот, к подружке там выходила, там, пойдёшь гулять, идём гулять, идём гулять, идём гулять. И они как эти вот, как маленькие старухи, как маленькие старушки, вот, вот такие вот. И их надо было упрашивать, что... И причём им не давали... Я не помню вообще, чтобы им эти вот родители там давали задания. Я имею в виду, у меня там у одной моей на то время близкой подруги, у неё собака была, и она... Я не хотела такую собаку, вот. Я не была влюблена в ту собаку. В общем, она постоянно вычищала этот вот дорогой, этот вот ковёр. Ковёр у неё был на полу от шерсти. И мать её не заставляла. У меня было... Были эти вот задания, то есть я там быстренько делала эти задания, исполняла вот такие вот у меня один, два, три, четыре, пять. Вышёл зайчик погулять и хотела куда-то убежать. И вот, если с подружкой гулять возле моря, ну, я же в 10 жила, на трассе здоровья, рано утром опасно было эти вот мужики, всякие извращенцы были. Днём не было опасно. В общем, я бежала с этим, было там, с роликами. Велосипеда у меня не было. В 20 лет уже вот, когда мы вот с Генкой стали жить, с Артуровым отцом. И постоянно я его тянула гулять. Вот идём гулять, идём гулять. Мы часами просто ходили, гуляли. И эти вот, и смотрите, то есть я искала как бы вот напарника. Напарника, коммуникейшн, там, если подруги, вот, человека, с которым вот разделить, я не знаю, вот как дерево. Вот смотрите, сейчас вот было только там, допустим, вчера зелёный, сегодня уже желтизна. И пофотографировать. То есть вот это вот, ну, я просыпалась с радостью, что вот новый день, и хотелось бежать на улицу. Собака могла бы мне вот этим вот, ну, напарником тоже быть. И ой, или сестра, я не знаю. Ну вот, если я была одна, книжка. Книжка в доме, допустим, там, если погода плохая, лето, вот. И сейчас у меня такое вот настроение больше меланхоличное. Я себя заставляю этими вот пинками, пинками подниматься. Я сегодня просто себя заставила подняться, там, что-то приготовить. Сегодня этот, сегодня у меня пост. Муж делает суп с этим вот, с мясной. Макароний биф я сделаю из кабака. Я запекала кабак, я сделаю суп постный из кабака. И эти вот яблоки запекла. Кашу утром сделала, 7 злаков. Я поела, и он поел. И вот, а сейчас дочка придёт, и я стараюсь детям не показывать. Я имею в виду вот это вот моё нытьё. Я не знаю, когда оно вот появилось. Может, страх, когда вот жених тот бросил вот такое вот разочарование. И я не знала, как с этим пережить. Вот смотрите. Это же произошло, когда мне, 35 лет назад, сейчас мне 55, тогда мне ещё 20 не было. Вот, и во Львове, когда меня каким-то образом проиграли, в том ресторане, мажоры. И это же не то, что я пошла, знаете, там, я не знаю, что, эти вот party girl, какой-то там в ресторане. Мы пошли праздновать, что мы сдали сложный экзамен. Вот, и... Вчера у меня такой вот с дочкой разговор был. Я рада, что он произошёл. Значит, вот эти вот детские обиды и так далее. Ну, смотрите, какая ситуация получилась. Значит, вчера воно утром я её везу вот так вот в школу. И ей не понравилось, потому что я там остановилась. В общем, она там начала вот командовать два быстрее, типа едься, то... Ну, машину... Плохо в машину ведёшь, вот там, стыдно, что ты так вот ведёшь. Тут остановилась, не надо останавливаться. В общем, она ушла в школу, потом я её забираю. И она опять начала командовать. Значит, опять не так. Там ребёнок, там, переходит, не переходит. Дорогу, в общем, я ехала очень медленно вот здесь, возле школы. И, значит, она мне... Не надо останавливаться, то, что не видишь, что он не переходит. И я говорю, слушай, доча, дай мне этот вод. Я не хочу быть идеальной. Я не хочу. С меня постоянно все требовали идеальной. Значит, говорили, что со мной невозможно жить, и то невозможно. Ну, извините меня. Приходили, кушали мою еду. Значит, радовались этот вот... То есть, хотели так, чтобы я молчала, молча готовила кушать, молча угощала всякими вкусняшками, молча готовила, молча это, и выслушивала всякую критику. Видите ли, в моём супе не хватает этого вот зелени, а потому что без зелени это... Значит, ну, этот вот, Артур иного отца. Артур иный отец. Говорил. Моя мама это бы называла отвар. Какое мне дело до его мамы? Ну, потому что он же старше меня был на 9 или там 10 лет, и я там молчала, я это терпела, я это привыкла. Как-то собака, то есть, я старалась усовершенствоваться, потому что мне мать ещё вот... Ну, она мне заблокировала 5 лет назад. И ещё до последнего момента она, значит, отвердила, если ты не будешь там хвалить мужа, или то это вот, слушай, говорю, посмотри, как он мне это вот, ну, там, что приготовил, но это вообще невозможно кушать. Ой, значит, если ты не будешь хвалить, он вообще перестанет готовить. Что значит это вот? Это невозможно кушать. Значит, если у меня что-то, во-первых, допустим, я готовила бош, из моей этот вот, из моей, ну, всей еды, и всё, и оно реально было очень вкусно. И она постоянно, значит, постоянно она была недовольна там, то моим борщом и всё. И я не задумываюсь, а почему она вот недовольна? То у неё, значит, как свиньям этот вот буряк, я этот вот, ну, крупно порезала, то ещё что-то. А сама же вообще кушать не готовила. А-а-а! А сейчас я думаю, люди, так потому что отчим не хотел, значит, не то, что не хотел, а он открыто говорил, что я вкуснее готовлю. То есть, уже, допустим, там, с этих вот, он меня знал там с 12 лет, и она ревновала. Она ревновала, что он хвалит мою еду, и то, и всё. И получается, она постоянно, вот, если, допустим, мне куда-то уходить надо, и она мне подсовывает какой-то вот салат, и там и знает, что я не могу там, ну, если сырой лук, потом воняет, и если я иду, допустим, там, общаться с каким-то человеком, там, это вот, и она обязательно мне подсунет тот салат, ну, вот, хоть ты же меня любишь, но хоть ложечку, там, это вот, желудок у меня потом печёт, от меня воняет, вот, если я, допустим, иду, то есть от неё ничего нельзя было, нельзя вообще ничего нельзя было принять, потому что это обязательно была бы гадость, подколка, гадость, унижение. Это был кошмар. Честно, вот это вот я вспоминаю то время, я вообще не знаю, как я то выдержала, и это такая депрессуха, и, в общем, с дочерь. Я говорю, Дженнифер, смотри, давай ты мне оставишь этот вот, я говорю, мне плевать, что другие там думают, потому что она говорит, а, я говорю, слушай, давай ты будешь с папой тогда вот ездить, пусть тебя папа, а я буду Даниила водить, потому что Даниилу, ему вообще безразлично. Он меня всё время это вот поддерживает, а мама, всё нормально. Оденет себе наушники, это вот, и слушает музыку, и вообще там не парится. И если я там что-то, этот вот, там, нервничал, мама, всё замечательно, а этот вот. А Артур и Дженнифер у меня нет. Значит, а Стива вообще невозможно было водить, просто, они меня вот в такую вот в панику водят, и сейчас у меня эта дочка вот начинает, и причём, а папа лучше этот вот водит, я говорю, так это вина папы, что он 16 лет, значит, что я здесь, он мне не нанял этого вот преподавателя, сам меня возил, орал на меня, то есть для меня это было, то есть я знала, что вот мне нужно получить вот эти вот как-то права, и у меня был вот орущий вот этот вот педагог, и я ему говорила, возьми мне инструктора, он же не будет тысячи долларов платить, то есть я не знала, что здесь в США это тысяча долларов платить, вот. И когда я жила в этот год первый в Одессе, он мне говорил, что не говорил, тебе вот обязательно нужно вот вождение, вождение, научиться, или там деньги пересылать, у меня же не было вот бюджета на то, и климат другой, и я на виду холоднее. Кто, вот почему я не ехала в этот вот там в Киев, допустим, мне же в Киеве был кооперативный институт, и после техникума мне, значит, дали единственный из 120 человек, выпускников направления, без экзаменов, в любой кооперативный институт Советского Союза. Вот, это мне было 18 лет, и, а сейчас мне 55, и это еще был СССР, и в Москву нужно было, в Киев, в Харьков, вот, и кому мне, я вообще не собиралась этот вот, ну, в Москву, может быть, из-за этого, из-за, я имею в виду, пробиться потом, но климат, нет, для меня, я худая, я с детства, вот это вот у меня аниме, в общем, к чему я все это говорю, вчера вот с Дженниферой я стала говорить, слушай, Дженнифер, я не хочу быть, этот вот, хватит меня обтесывать со всех сторон, как Буратино, дайте мне просто жить, дайте мне быть человеком, пусть я плохо вожу, пусть это, пусть все, просто меня поддерживайте, иначе у меня такая депрессуха, хватит, что меня мать вот издевалась, и этот вот, отец, мать, насмехались надо мной, издевались, не помогали, ни денег, ничего, у отца все время машина была, он баб каких-то возил, значит, меня не научил ни водить, ничего вообще не приезжал, я его просто не знаю, ни поддержка, ни это вот, ни открытки, ничего вообще, и только ходил это вот, и врал этим вот, каким-то там своим друзьям, это вот, на пьяную голову там бухал, я имею в виду, какой он хороший, как что там, Оксана, день рождения, какое мне вообще дело, если мне, вот, ни открыточки, ни на день рождения, ничего вообще, если, смотрите, я вот это вот, дохвалила своего мужа, что он мне на день рождения, какой-то, этот вот, чай дарит, чай за 2,50 или 3,50, чай, понимаете, чай, или я что здесь, я приехала сюда, значит, с тремя вот этими институтами, этот вот, поварихой быть опять, опять, я им выготавливала, я ничего, я доброго слова не слышала, значит, потому что, когда вот Артур поехал у меня в старший сын, к этому, к отчиму, вот, в 16-м году, первое, что он, значит, сказал, значит, мама уехала, не нагулялась, а то, что я делала 5 лет, вот мы с ним прожили, во-первых, он мне ни кольца не подарил, ни это вот, ни замуж не позвал, этот фиктивный брак вместе с ним был, говорил мне, что я плохая мать, постоянно, что я, я не могу быть, априори не могу быть хорошей мамой, потому что у меня сын, вот, и женщина не может воспитать нормального мальчика, и вот это вот я их слушала, что они меня 10 лет старше, и мне же мать внушила, что, а ты слушайся этих вот, всех надо слушаться, всех надо вот эти вот, они меня специально как собаку выдрессировали, так вот, с Дженнифер, значит, я говорила, слушай, хватит, потому что этот вот, и, значит, ну, она там обиделась, вот, лежала, она там, легла, говорит, устала у нее там этот вот, и спина там болит, ну, в общем, я ушла в комнату, побыла там, успокоилась, потом пришла, говорю, давайте там массаж делаю, и, говорю, ты извини меня, ну, что я там, накричала на тебя, я постараюсь быть, это вот, спокойнее, потому что я взрослый, ты ребенок, и это мое дело, объяснять спокойнее, а я, вот, голос подняла, орать стала вчера, и, значит, мы с ней разговорились, и, значит, и тут она мне рассказала, значит, она вдруг вспомнила, значит, это, сколько же лет, лет, там, пять, шесть назад было, семь, не помню, это было во Флориде, когда я упала, значит, мы поехали, это в феврале месяце было, я как раз работала, в общем, я пошла работать, и, в школу, чтобы помогать, вот этот вот делать, ремонт, вот этот вот отцу деньги пересылать, ну, который он потом украл, вот, то есть, это все было даром, вот, понимаете, ну, то есть, он обещал там, отчитываться, это вот, я ему конкретно сказала, ты просто записывай, это вот, я смотрю, я уделяла столько ему времени, я звонила, и то, и все, и он, вот этот молодой, такой чушь, ни эти вот, ни фотографии, ничего, я ему всем снабдила, вот, и эти вот, и телефон, ну, все, все, и он, ну, такие тупые эти вот поступки, и брехня, и, значит, те деньги, которые я ему переслала на ремонт, он в банк положил, потом еще что-то, и, значит, я ему, это вот, он мне оскорблял, он меня там и Берия называл, и я ему ничего, вот этот вот, ну, ничего, все прощала, глотала, и, в общем, я пошла работать, и перестала на фигурку ходить, мои эти вот мышцы стали очень, вот, как это, как, как, как желе, в общем, я там, мы с ней переходили в дорогу, мы были вдвоем, и я упала, и прямо перед машиной, и, а она уже пробежала вперед, и она, когда отбернулась, она увидела, что я лежу там под машиной, вот эта вот вся побитая, и, в общем, она все эти годы, значит, как получилось, она подошла, пыталась меня поднять, и я не могла подняться, вот, и она там стала плакать, и, так страшно было, и, значит, я кое-как поднялась, вот эта вот вся побита, вся в крови, и кое-как доплелась до гостиницы, и я ее там оставила, вот, я ее оставила одну, вот, в комнате, и сама поплелась в аптеку, потому что я говорю, вот, для нас же это все, ну, потому что она говорит, это все вот моя вина, я говорю, это вообще не твоя вина, ты вообще ребенок, она говорит, а я все это время считала, что это моя вина, потому что я побежала вперед, а ты побежала, ну, как бы за мной, побыстрее, и ты упала, я не могла тебя поднять, вот, я говорю, вот, у меня то же самое было все время, все эти годы, что это якобы моя вина, это вообще не была моя вина, это не моя вина, что у меня аниме, а мне нужно следить за моей аниме, мне нужно следить за этими вот, и за волосами, и за теми, и за теми, и за питанием, мне это нужно следить, Потому что это моя, теперь вот, знаете, вот если за этим не доследили мои родители, которым было плевать, это их вина, это вина моих родаков, я считаю, что вот они, они меня бросали, они меня просто бросили, вообще не волновало, что у меня аниме, что я худая и то, и что я падаю в обыроки. И, значит, как я протестовала, я объявляла им голодовки. Вот представляете, ну это вот матери, ну когда вот она отчима притащила, я там вообще днями не ела, и ей было плевать, она мне такие слова гадкие говорила, что ну и сдохнешь, ну и что, ну и заберет скоро, как же было обидно. Вот, и, в общем, я говорю дочке, дочке, это вообще не твоя вина, и не моя вина, что у меня аниме, и если, значит, всё, что было вот в прошлом, это в прошлом, теперь я хочу, давай мы будем так вот делать, ну как бы сосуществовать мирно, я говорю, не надо меня исправлять. Я говорю, мне вот честно плевать, что обо мне думают здесь, потому что вот это вот село, допустим, там, пять тысяч человек, мне вообще плевать, и вот эта вот школа, которая, значит, над тобой там насмехаются, ну, например, там, или там над другими, я говорю, он соседняя в соседней деревне, у них вообще другой, другой уровень достатка, другая тема, другие учителя. Я говорю, что бы тебе не записаться, вот с отцом не поговорить, и, значит, этот вот, не перевестись в соседнюю школу, потому что там две девочки твоего фигурного катания, твои, эти вот, твой возраст, я, который ты вместе с ними на фигурку, именно восьмой класс, они на следующий год идут вот в ту школу, и там уже будут девочки твоего уровня, с такими же интересами, эти вот, а здесь очень многие девчонки просто вот там с пятого, шестого класса только говорят об этих, о каких-то мальчиках этих вот, ну, я не знаю, там вообще, ну, люди, это тяжело, знаете, вот, скажи мне, кто твои други, я скажу, кто ты, и когда я здесь в институте училась, этот вот показатель достаток, семейный достаток бюджета семьи, чем выше достаток, тем эти вот родители, ну, говоря так, больше там следят, ну, конечно, есть же исключения, правда, вот эти типа там поп-звезды и так далее, эти вот, ну, допустим, там дают полную свободу, они сейчас определиться не могут, какой полуребенка и так далее, вот, и я говорю, подожди, Дженнифер, я же тоже, я вот человек такой же, как вот я тебе дала, допустим, жизнь, ну, у тебя, вот у Господа есть план, я стараюсь тебе вот помочь, и это вот, ой, кажется, у меня дочка идет.